Очистить город вместе. Студенты и школьники советского района Самары ополчились против незаконной рекламы. Они будут очищать фасады домов, заборы, фонарные столбы. На открытии экологической акции ребятам вручили перчатки, скребки и мусорные пакеты. Шутят, получил инвентарь, принес пользу. Город очень сильно засорен, то есть мы будем ему помогать, улучшать его экологическое значение. Я предложила в своей группе, и они с большой радостью все согласились, просто все участвуют. Я была очень рада. Акция «Пожиратели незаконной рекламы» впервые прошла в Самаре пять лет назад. Ее провели ученики 132-й школы. Из года в год масштабы росли, и в 2015-м город активно очищали от нелегальных вывесок в Кировском, Самарском и Ленинском районах. Акция по прошлому году показала, что она востребованная, она интересная, она правильная, нужная городу. И поэтому откликнулись практически все, те, кому предлагали подключиться к этой акции. Районы, школы, вузы. Все то, что взрослые, как говорится, наклеили незаконно, наши ребята будут помогать очищать и убирать, чтобы стыдно было взрослым-то. Акция сама исходила от самой молодежи. Сами ребята увидели, что хотят жить в чистом городе, хотят сделать что-то хорошее для своего города и района. И сами вот инициативу предлагают, но мы, как администрация, обязаны их поддержать. В этом году Советский район стал первым, где был дан старт экологической акции. Планируется, что очищать город от незаконной рекламы выйдут около 600 человек – ученики школ, колледжей и вузов. За дело юные экологи возьмутся во время генеральной уборки города. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.